здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор разбор алексея улюкаева бывшего министра экономического развития российской федерации он был пойман на взятки и отсидел свой срок сейчас вышел на свободу и дает интервью и так бывший чиновник очень интересно что он поведал таких горячих новостей он никаких нам не рассказал но мне он стал интересен с точки зрения именно его жестов жестов иллюстраторов вот это вот наша тема поэтому мы по ним сейчас пройдемся и в конце мы с вами пройдемся по событиям жизни алексея улюкаева и оказывается то что его тогда поймали это было прям четко его даже космограмме видно даже не натальной карте потому что времени рождения мы естественно не знаем но по его скажем космограмме там четко события видны и я вам это покажу ну давайте я включаю первый фрагмент и здесь мы с вами пронаблюдаем как можно ну вот у меня например в книге читали я там описываю много разных улыбок да и вот такой улыбки я даже не описываю потому что здесь вот прям четенько улыбка со страхом давайте посмотрим какой момент вам стало понятно что точно все уже буду смотрите пошла скажем пошел звук смеха как бы да но даже рот не успел натянуться в улыбке потом рот растянется в улыбке но смотрите сколько страха в глазах ну во первых глаза не не моргают не закрываются и они даже расширились в глазах есть печаль мы поехали домой только в конце чуть-чуть заулыбался то есть здесь он изобразил как бы смех но мы видим что в глазах стоит ужас и вот это вот я хотела чтобы такую улыбку запомнили до что бывают и такие улыбки со страхом в глазах и вот здесь вот он действительно он очень четко иллюстрировал все что он говорил поэтому мне как физиогномисту был очень интересен вот именно с точки зрения его невербального поведения не раньше не раньше идем дальше следующий фрагмент ну знаете я много когда вам рассказывала на разных разборах когда мы мужчин разбираем и если мужчины некомфортно если он теряет уверенность в себе он прячет паховую область для женщин таковой областью которую в первую очередь женщина старается сохранить является центральная часть где грудь а мужчины как правило закрывают в первую очередь паховую область когда попадают в какую-то ситуацию где боятся за себя или за свое достоинство да и давайте пронаблюдаем сейчас этот жест тоже очень интересен у нас были вот у меня как работника министерства финансов были не очень хорошее отношение с представителями юкос теме как они лоббировали значит изменениях актов ты бьешься бьешься депутат такой-то значит перенес запятую и попутный газ стал облагаться не так как это будет ну и так далее как же это сказать так чтобы совсем скотиной это не казаться смотрите сначала попытка идет отсесть но он прервал этот жест потом рука в паховую область то есть и дальше еще и скрещенные ноги задвинул подступок подальше то есть когда мужчина закрывает паховую область это говорит о том что он волнуется но в первую очередь все-таки за свое достоинство потому что ну вот это скажем так центральная часть его тела да и это как как известно самое больное место если в случае удара да это не приведет к смерти но это приведет к потере достоинства и поэтому конечно же мужчины склонны прятать именно это место в то время как женщины склонны прятать детородные свои органы до которые располагаются не только там где у мужчин данные поэтому женщина в первую очередь прячет грудь и живот вот так отличаются жесты мужчин и женщин и оба таких жеста говорят о потере уверенности в себе да и вот в данном случае он нам среди других жестов потеряны того что он теряет уверенность в себе как раз вот сигнализирует нам и этот жест но это отвращение я вам специально чтобы запоминали про отвращение я вам неоднократно рассказывала про древние времена когда особи встречались и ну если вам интересно в комментариях напишите я вам в каком-нибудь разборе это более подробно расскажу я вообще подробно про отвращение рассказываю на своих бесплатных занятиях по физиогномики они у меня на канале есть в свободном доступе там три занятия я провожу а и вот кстати он такой яркий представитель удлинителей о которых я тоже рассказываю на этом занятии бесплатном если хотите в комментариях пишите что вы хотите чтобы я провела еще три этих занятия я с удовольствием это сделаю если я увижу что вы многие этого еще не видели да но в принципе многие из вас это видели и повторяться я не буду да вот про удлинители помните я вам рассказывала вот пожалуйста вам чиновник с удлинителями а я как раз всегда говорю что удлинители от арта они встречаются в основном у людей наделенных властью причем у чиновников в первую очередь ну вот пожалуйста вам яркий пример поэтому я его взяла еще и для того чтобы вам показать примеры удлинителей ну и потом конечно понимание того что а системно все это означает ну как бы совсем крах видите смотрите как он говорит с тревогой и страх глаз опять глаза расширены глаза не моргают а руки впереди в качестве защиты он вообще вот в принципе все интервью держал руки впереди как-то их перебирал ну то есть много неуверенных жестов она и понятно человек отсидел в тюрьме а там я конечно не знаю какие там правила но запуган он очень сильно я в одном строю с моим народом там где мой народ к несчастью есть это право на высказывание у меня сейчас есть а тогда бы его не было много чего узнал дополнительного жизнь ничего не знал и не узнал бы без этого видите как руки в паховой области коленями как бы расталкивает стороны стороны руки скручивает а извините здесь я допустила опечатку и в замок складывает да то есть это говорит о том что он очень сильно смущен очень сильно скажем растерян да и прячет в первую очередь паховую область так как как я уже сказала а следующий фрагмент и так включаю ну вообще помните этот момент объявления приговора да конечно вы были налегке да не адвокаты говорили насчет щеки тоже очень интересный иллюстратор который я хотела вам показать потому что щека у нас олицетворяет кубышку запасы и всегда ну скажем так вот когда мы чешем то мы либо берем из этих запасов либо нам что-то предлагают чтобы сюда положить да но то что все-таки чешет вообще когда есть возможность это подпитать то жесты другие просто прощупывания да там и другие будут шесть а когда именно чешет вот так соскребает да это говорит о том что он свои ресурсы вот ну вот сейчас он говорит про адвоката да то есть свои ресурсы он либо на адвоката потратил ну не все естественно ну то есть вот для него это была существенная сумма либо адвокат ему пообещал что все будет хорошо ну и было какая-то там ну вот какие-то ресурсы были задействованы понимаете вот то есть вот щека она всегда касается ресурсов и вот здесь вот в контексте того что он рассказывает пожалуйста вот вы мне тоже подскажите как вы видите эту ситуацию это ресурсы до соскребает это значит собирает свои ресурсы да и говорит сейчас об адвокате который ему сказал что не надо брать вещи на суд все равно там в общем-то большая вероятность что вы выйдете на свободу да но как оказалось что он не взял вещи и оказался в тюрьме и там ему как-то передавали то есть вот вот такой вот жест пожалуйста помогите мне его в комментариях вот расшифровать расшифруйте пожалуйста мне этот жест вот с вашей точки зрения что это значит отведите как он по щечке там на попить если вы на всякий случай мне не говорили что хотя знали они знали ну как опытные люди понимали не знали понимали что так с вероятностью там 90 процентов будет так но мне говоришь на что скорее всего все будет не так но ну на всякий случай возьмите а не стал не стал брать вещи на суд в общем-то и загремел в тюрьму адам а следующий фрагмент а теперь интересно мне стало когда он рассказывал о гайдаре там был очень четкий жест который показывает настоящее его отношение к гайдару за что именно он его так ценил давайте смотреть расскажите про гайдаром я считаю во первых что его это уникальный человек видите пальчик пальчик солнышко и когда говорят в данном случае о егоре гайдаре то это значит что он ценит больше всего в гайдаре а именно его звездность именно его а уникальность харизматичность то есть это звезда для него поэтому вот включает вот этот палец видите то есть задействует этот палец когда вспоминает про егора гайдара я считаю последним цикл педистом называет конечно более логичные вещи но на самом деле он восхищается именно звездностью своего бывшего коллеги ну или своего бывшего патрона я не знаю как там какие у них были отношения да но как бы вот того человека с которым он работал он вот так вот именно его внутри себя оценивает а вот как звезду как харизматичного уникального такого лидера и так а следующий фрагмент давайте посмотрим агайдар остался как будто бы выше выброшен из этого корабля ну опять же не все потому что богатар второй раз приходил на должность первого заместителя председателя правительства при черномыртине вот накануне когда вот этот известный ельцинский указ о распуске был а вот посмотрите какой интересный же сначала затылок затылок это прошлое да а нос это разведка перспектива на будущее и смотрите из прошлого в будущее а он и говорит об этом что на основе прошлых каких-то наработок работали вот над каким-то новым проектом то есть про будущее видите какие четкие иллюстраторы он нам дает прям потрясающе вот именно за эти иллюстраторы я и взяла этого человека в разбор многие из вас думают ну зачем он совершенно не медийная личность и может быть не особо кому-то интересное но вот с точки зрения именно разбора он очень интересен поэтому продолжайте оставаться со мной если вы досмотрели до этой минуты дальше будет еще интереснее видите то есть прошлое и будущее соединились в этом жесте поэтому имейте ввиду когда человек здесь начинает трогать это значит что что-то вспоминает и пытается ну вот какие-то факты из прошлого использовать вот в данном случае потом рука пошла к носу то есть факты из прошлого мы используем в будущих новых наработках а в новых поисках истины можно так сказать следующий фрагмент включаю здесь у нас вот в плане избегания отсаживается давайте посмотрим а гайдар остался как будто бы выше выброшен из этого корабля ну опять же не все потому что гайдар второй раз приходил на должность первого заместителя ой подождите это уже было я снова включила тот же самый фрагмент так что у меня здесь не так что-то не сходится а да все правильно цена высокая получилась конечно высокая избыточно высокая но есть рынок производителя и есть рынок потребителя вот это рынок производителя видите отсел и натянул одежду один то что он одежду натянул мы увидели по тому как у него немного на при натянулись вот эти вот складочки на одежде и это понятно что он натянул еще и джемпер да получается что вот это вот как раз и есть избегание до той информации которую он дает информация не очень приятная поэтому он отсаживается и поэтому он нервничает ну вот именно интересно наблюдать вот за таким вот за изменениями тела да мы же с вами здесь на нашем канале как раз этому и учимся да и вот в данном случае вам пожалуйста пример потребители меньшей возможности они являются соучастниками этого движения или можно просто выполнять свою работу не думая о том в чем в каком большом деле ты участвуешь ахахаха это очень сложный вопрос применительно к разным историческим ситуациям он неоднократно вставал и разные люди дают у него разные ответы опять отсаживается речь как раз сейчас о его бывших коллегах которые сейчас управляют финансовыми потоками в россии но мы прекрасно знаем кто там на самом деле управляет и в общем то да я я я воздержусь от комментариев да а значит следующий фрагмент а теперь что ну давайте я включаю и по ходу будем разбираться ты так и не так ты понимаешь что это действительно твоя компания не твоя песочница но почему ты считаешь что ты настолько прямо замечательный что они тебя примут в свою песочницу а вам хотелось что песочница да наверное хотелось или по крайней мере хотелось чтобы в своей песочнице вот смотрите облизывает губы причем знаете я когда вот именно в его космограмме посмотрела там очень четко это обусловлено то что ему интересно как раз лидерская оппозиция потому что там стеллиум планет во льве ну не буду сейчас засорять этой информации мы все-таки по невербалике работаем но в конце мы с вами посмотрим как бы я стал главным своей песочнице скажем так с помощью людей с другой песочницы жалеете видите как и подбоченился то есть это ему довольно интересно и это не просто так то есть ему интересно было вот как раз свои амбиции удовлетворить показать всем что он крутой и это понятно конечно конечно а если бы стали а если бы стало тогда я не знаю я считаю что человек это такое гибкое создание он может сильно меняться видите и с отвращением вот смотрите какое красивое отвращение еще вот прям тренировка да на эмоциях потрясающее отвращение прям пять баллов так а звук еще будет и он сам не замечает как как он меняется и вот тоже с отвращением но замедлять не стало чтобы вас не не сильно утомлять а значит понятно да признался и вот облизывание губ на том что стать главным в песочнице ему в принципе это очень интересно было и даже сейчас ему это было интересно то есть рассказывая об этом опять губы облизу язык облизывает губы то есть это все-таки тема которая ему всегда по жизни интересно именно это его двигало вот на все что он чем он занимался а теперь следующий фрагмент включаю я считаю что я нахожусь в диалоге с ними что это мои друзья которые в отличие от тех кто меня вычеркнул свои телефонных книжек они свои телефонных книжек меня не вычеркнули я с ними разговариваю а те кто вас вычеркнул вы простили? я их прости он как выпрямился переспросил пауза отвечает утвердительную фразу но качает очень активно головой нет вот это вот эмблематическая оговорочка которую мы все с вами очень любим и которую мы сейчас пронаблюдали но и на прощание тоже жест тоже очень интересный на прощание вот именно жестикуляциям нашего героя включаю фрагмент вы бы хотели сейчас оказаться там же где вы были? в тюрьме что ли? нет, не хотел нет, нет, в правительстве нет, не хотел, работу в правительстве я никогда не любил а в центральном банке хотели? тоже не хотел бы оказаться ну уже поздно мне, уже жизнь изменилась и пытаться дважды в одну эту же реку и древню уже знали что не войдешь смотрите как ногами происходит видите, вот сдвигает ноги и закрывается сильней, отклоняется вот сдвигание ног ну вот у мужчин действительно это признак очень сильной подавленности потому что ну физиологически мужчинам удобно если он сидит, то ему удобно расставить ноги чтобы ну ничего не мешало да вот просто физиологически такая особенность мужского тела и в данном случае когда человек ну мужчина в данном случае сдвигает ноги в процессе разговора это можно сказать, что он как бы закрывает свою паховую область это такой синоним жеста вот как закрывание паховой области поэтому здесь конечно же ну вот на такие работы он не хочет уже идти но как бы вот все равно осталась мышечная память ну вот в предыдущем ролике да, что мы с вами увидели что он хочет что ему было это интересно да, когда поступило предложение стать более значимым, главным и он на это предложение согласился ну как оказалось это был кусок сыра да, в мышеловке но тем не менее ему до сих пор вот это у него до сих пор осталась эта мышечная память на то, что ему этого хочется но теперь позвольте мне перейти к разбору его космограммы потому что в этой космограмме очень интересно заложены некоторые моменты во-первых, почему он так стремился стать лидером в своей теме да, потому что посмотрите во льве у него целый стеллиум планет то есть он обожает почести у него стеллиум луна юпитер и плутон находятся во льве правда вот эти планеты они вышли жаль конечно что нет домов но в принципе вот даже по этой схеме уже видно что человек необыкновенно амбициозный просто до ужаса амбициозный и смотрите получается во льве вот этот стеллиум то есть это наполняет энергией а где же управитель получается льва а это солнышко и солнышко у нас тоже посмотрите оно хоть и в овне ну а в овне кстати очень даже хорошо солнышку но смотрите от солнышка идет еще вот зеленые аспекты идут то есть ему еще и помогают все планеты да вот еще три планеты поддерживают это солнце то есть получается что амбициозность в этом человеке просто зашкаливает да кроме того смотрите я обратила внимание на то что в козероге у него находятся две такие очень интересные планеты марс и лилит причем они в соединении значит марс это активность лилит это знаете что ну простите меня за такие вот это сравнение про прошлые жизни может быть кто-то к этому относится не очень с доверием а может быть вы с долей скепсиса это воспринимаете но тем не менее это вот сложность из прошлой жизни которую мы с вами вот у каждого из нас есть лилит в гороскопе и это то что мы в прошлой жизни не слишком использовали в свою пользу да что почему у нас образовался долг то есть мы слишком использовали мы мало думали относились потребительски какой-то энергии и в данном случае эта энергия находится в козероге то есть а козерог это амбиции это карьера это движение вперед это извините даже бесчувственность да вот переступать через головы вот это вот как раз получается что оно если лилит находится в козероге то это значит что в прошлой жизни он переусердствовал в теме карьеры и в этой жизни смотрите вместо того чтобы ему дать просто ну отработку да вот если бы здесь просто была лилит то ему бы как-то сложно было бы строить карьеру но здесь дали марс а марс это активность да сложно не сложно а поднимая пятую точку и работай да вот именно работать куда работать в карьеру опять-таки то есть у него изначально образовался долг но ему в этой жизни еще и дали максимально загрузку по этому долгу вот вот какая интересная ситуация то есть а лилит она как раз и есть вот планета соблазнительница она взяла вот в эту схему вписалась да то есть через карьеру сделать вот какие-то действия да и здесь еще плюс вот во льве все это да солнце такое амбициозное амбиции полная это выше крыши до амбиции ну и возможности в общем-то складываются потому что здесь у нас не только лилит но здесь еще и марс есть силы для того чтобы продвигаться ну и что из этого выросло как говорится обратите внимание предназначение у него стрельце стать учителем философом да вот что-то такое и надо вот в этой схеме для философии места нет понимаете и вот как бы я думаю что и забивал то он на это все на эти все свои он же раньше в молодости писал стихи как оказалось и сейчас он в тюрьме тоже писал стихи то есть он он довольно способный человек да и вот в эту философию он мог бы пойти но некогда было да и вот сейчас получается время появилось да хоть в конце жизни но самое интересное я вам хочу показать вот начало его карьеры в девяносто первом году что произошло по планетам домов здесь нет вообще обычно когда трансурановые планеты входят в какие-то дома это освещается какими-то событиями но здесь у нас домов нету и я решила просто посмотреть по общих чертах на транзиты планет которые происходили вот вот когда он шел свои ступени карьеры выполнял и вот смотрите в девяносто первом девяносто втором году как раз он с гайдаром там вот эти реформы делал да вот он можно сказать получил свой шанс для того чтобы продвинуться по карьерной лестнице да вот именно тогда он как раз и подружился с гайдаром и обратите внимание здесь у нас вот это вот сладкая парочка в виде марса с лилипп которые вместе которые вот в этом козероге которые я описала к ним как раз смотрите как красивенько присоседились сверху встали а две трансурановые планеты сразу две трансурановые то есть вот по этой теме пришло искушение и обратите внимание какие нептун у нас лег на марс а лилит лег вернее на лилит лег уран то есть лилиту дали еще больше возможностей вот это вот все уран это как раз вообще это планета взрыва это планета эволюции и получается встав на лилит это можно сказать что хулигану дали пулемет калашникова и сказали можешь всех просто убивать то есть получается здесь вот дали возможности а на марс стал у нас нептун ну то есть его внутренние его наработки с прошлых жизней там его эмоции его вселенская любовь его иллюзии фантазии получается встали ну вот в помощь к этому к марсу пришли да то есть получается что и фантазия включила вот прям полный просто взрыв всего что могло быть у этого человека произошло именно в этот период а трансурановые планеты они долго стоят если они на планету встали то они долго там стоят и ну так основательно меняют жизнь и получается что его жизнь действительно тогда изменилась и действительно все пошло по другому руслу а теперь давайте пронаблюдаем что происходит дальше а дальше подождите это уже момент ареста это не интересно вот в пятнадцатом году когда медведев его значит назначает вот его последняя должность которая была и здесь как раз смотрите на ну вот еще одна планета которая довольно медленно идет и одна очень важная точка на гороскопе это предназначение то есть узел да куда человек идет и смотрите сатурн встал на этот узел то есть сатурн пришел и сказал а ты занимаешься своим предназначением ну а как мы знаем стихи он тогда особо не писал он занимался карьерой да и конечно же тут ему ответить было нечего ну получается что сатурн можно сказать усилил эту ситуацию потому что смотрите вот на эту сладкую парочку уже нептун с ураном ушли видите они уже в других в других местах далеко отошли то есть вот это все время пока они уходили и не пришел плутон у него было время для того чтобы ну во первых встать на путь своего развития ну вот куда ему надо во вторых вообще не вовлекаться вот во все шансы которые ну так называемые шансы которые ему даются по жизни а он как мы знаем он увлекся и за это он получил да ну в общем то я не знаю ни одного чиновника который бы ладно я постараюсь не давать своих комментариев потому что мы прекрасно знаем что там там уже особая психология и не брать там бы не получилось то есть если ты уже во власти то ты часть механизма ну ладно я здесь ни в коем случае никого не оправдываю и не обвиняю я просто вот с точки зрения науки пытаюсь выяснить как это происходило то есть получается здесь у нас плутон подходит получить экзамен получить вообще что что вообще вот эта сладкая парочка за все это время пока вот нептун с ураном их можно сказать одарили своей вот этой благодатью и что произошло за это время и плутон приходит проверить контрольную работу проверить экзамен вот этих три планеты трансурановые и все они побывали вот на этой вот парочке то есть это очень важное место в его гороскопе он провалился вот в это свою амбициозность вот вольвиную вот эту всю историю да и начал пользоваться своими возможностями или он стал заниматься своим предназначением и как мы увидели все таки не очень хорошо он справился да получается здесь еще сатурн как раз пришел в момент когда его назначили на самую главную должность в его жизни и вот получается что это эпогей его карьеры ну вот для того чтобы вы видели наглядно вот пожалуйста это как раз вот сатурн когда вставал на узел и здесь у нас вот это все вот эти периоды да очень четко обозначены а теперь момент его ареста посмотрите вот теперь у нас что сатурн уже ушел то есть получается он вот в виде указа медведева да о его назначении он выполнил свою работу а теперь получается все вообще всем занялся плутон и плутон уже все полностью разрушил то что предыдущие вот эти вот две трансурановые планеты можно сказать ему дали да дали попользоваться и вот смотрите как плутон касается тут плутон он туда-сюда ходил да и касался и марса и лилит они хоть и вместе но все равно там у них градусы поэтому так много вот этих точек касания и эти точки касания начинаются с 13 года до декабря шестнадцатого то есть вот это все ну вся эта мышеловка да получается схлопывалась ну вот несколько лет и несколько лет получается что он шел к этому финалу вот такая вот история причем видите даже без времени рождения но если у вас кстати есть время рождения то вот такие вот расчеты очень легко делать и предсказывать ну там еще и по домам там вообще такие интересные вещи ну вон у бузовой мы кстати она в дом 2 пришла когда плутон заходил в десятый дом то есть плутон это такой справедливый судья который приходит и проверяет насколько вот эта планета проработана насколько она работает правильно они в ущерб не в пользу нашего например его да и если все хорошо с нашим внутренним миром ну и мы там как-то правильно функционирует то плутон нас одаривает а если все плохо то к сожалению вот так вот забирает поэтому всегда нужно об этом помнить ну и не только соединения бывают бывают разные аспекты и это тоже имеет огромное значение поэтому у нас мы всегда под этими какими-то аспектами ну вот чтобы так вот соединение такое мощное ну у него вот получается вот так вот резко это произошло напишите свое мнение по поводу этого всего да если вам интересно разобраться в себе приходите на мою консультацию либо вы можете сами научиться в этом разбираться вот я создала мини курс по астрологии специально для того чтобы вы сделали первые шаги а потом стали углубляться в эти темы и вот именно механизм вот этих транзитов я вам показываю там в одиннадцатом или в двенадцатом уроке надо посмотреть вообще а то я так записала эти видео и не помню где именно я вам уже транзиты дала да вот как это все изучать а как это углубляться уже в интернете полно информации для того чтобы вот когда вы столкнетесь с какой-то ситуацией в своей жизни вот учитесь на себе столкнетесь с ситуацией да и вот когда вы посмотрите на эту ситуацию с точки зрения транзитов ох как много нового вы себе откроете поверьте мне поэтому приглашаю вас вот на это обучение астрологии это потрясающе вообще удобно для того чтобы ну просто начать это делать да а потом я уверена что вас засосет эта тема как меня сейчас вот видите всех своих героев которых разбираю я начинаю еще и по астрологии их смотреть потому что ну действительно это очень интересно с точки зрения вот именно изучение темы поэтому учите учитесь вообще всегда да ну приходите вот на обучение на любое под видео там ссылочки есть а если хотите ко мне на консультацию тоже под видео все есть в общем не знаю понравился вам этот гость или нет напишите в комментарии вообще вот свое мнение насколько вообще этот разбор был уместен просто мне он показался вот именно с точки зрения иллюстраторов интересен и когда я залезла в его космограмму мне показалось что надо вам это обязательно показать надеюсь что я не ошиблась да жду вашего мнения под этим видео а я с вами прощаюсь до новых встреч люблю вас всех очень сильно пока пока у меня пока 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 пока